Основная задача арестовать Шойгу и Герасимова. Мы сюда приехали, мы хотим получить начальник генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву. Сдавайся Шойгу. Он же не будет сдаваться. Он говорит, обнуляй. Мы ехали бодрые, заряженные. А где вы все тогда вместе взятые? Я задаю вопрос. Где вы? Где наши доблестные Минобороны? Где наша доблестная Росвладия? Где наши доблестные пограничные службы? А тут потом появляется какой-то сумасшедший дедушка, который записывает видео, там ругает Ахмад. Убивают наших солдат, а счастливый дедушка думает, что ему хорошо. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка законченный мудак. Молния, друзья! Шойгу собирались обнулить, как и все руководство Министерства обороны. Появилось эксклюзивное интервью пленного командира российской штурмовой группы частной военной компании «Вагнер» Максима Комиссарова, которая шла на Москву уничтожить Кремль. И он рассказал интереснейшие подробности. Он вспоминает, что когда спросил Пригожина, что делать, если Шойгу откажется сдаваться в плен, на это ему был дан ответ – обнулить Шойгу и не только. Тем временем кадыровцы, недовольные Министерством обороны, глава Ахмада публично обнуляет российскую армию, российское правительство. Он нападает публично на Герасимова и на Кремль, вспоминает безумного дедушку. Он что, получил приказ от Кадырова идти на Кремль, собирать войска против Путина? Разборки продолжаются, потому что аккурат после Уайлдборис впервые Аптилла Удинов заговорил так, как никогда не заговаривал. Бунт может повториться. Друзья, сегодня четверг, 24 октября. Я, Дарья, счастливая, это мой YouTube-канал. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube-канал, поставьте колокольчик, чтобы первыми смотреть мои видео. Нас уже больше 400 тысяч, мы работаем для аудитории по всему миру, для русскоязычной аудитории, боремся с российской пропагандой и российской агрессией. На информационном фронте мы говорим правду о войне России против Украины. Будьте с нами, будьте на светлой стороне, это очень важно. Поддержите Украину. Ну что, друзья, сейчас мы разберем эксклюзивное видео того самого пленного командира российской штурмовой группы частной военной компании «Вагнер», которая шла на Москву уничтожать Шойгу, Герасимова, а возможно и Путина. Какие приказы отдавал Пригожин, эксклюзивно рассказывает Максим Комиссаров, он же командир группы частной военной компании «Вагнер». Давайте посмотрим о том, как Пригожин отдал ему приказ обнулять Шойгу. И кто этот приказ может исполнить. Возможно ли Аптела Удинов или Кадыровцы? Не знаю, по секрету, не по секрету, сказал, что основная задача – арестовать Шойгу и Герасимова. Ну, давайте так все равно думать. Что делать? Что нужно? Еще раз. Мы сюда приехали. Мы хотим получить начальника генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы находимся здесь, блокируем город Ростов и идем в Москву. Я его спрашиваю, говорю, вот я стою малолетка, 25 лет, 27 лет мне тогда было, 27 лет. Я такой говорю, сдавайся Шойгу. Он же не будет сдаваться, он говорит, обнуляй. Мы понимаем тебя и абсолютно разделяем этот приказ. Скажите, пожалуйста, вот это вот вам сказали, что цель – вы идете на Москву забрать Шойгу с Герасимовым. Угу. Ясно. Ну, если что, обнулить. Да, ну, если не будут сдаваться. Если не будут сдаваться. Ну, в плен не будут сдаваться, как я понял. Ну, ехали бодрое, заряженное. Ну, такого настроения вот в Министерстве обороны я не видел. А теперь интересный факт, интересная подробность, а далее мы посмотрим еще более интересный кусок. Что говорит Аптилаудинов, когда вооруженные силы Украины зашли в Курскую область, сдались все и сбежали другой отчасти, которые не сдались. Так вот, учитывая конфликт Рамзана Кадырова с Кремлем, с Вайном главой администрации Путина, бизнесовый конфликт, вопрос, а если кадыровцы пойдут на Кремль, сбежат или сдадутся в плен все те, кто там находится? Так вот, сейчас Аптилаудинов принял решение публично рассказать о том, как российская армия сдалась в плен и бежала из Курской области, когда туда заходили в ОСУ. Так вот, история может повториться. Смотрим. Что здесь произошло? Когда спецназ Ахмат сюда зашел, противнику не противостоял вообще никто. И если противник не взял Курск и не взял вот эту атомную станцию, это только благодаря спецназу Ахмат и в первую очередь. Вот вам ответ. Пусть мне хоть один скажет, что это не так. Понимаете? А тут потом... А теперь, друзья, начинается самое интересное. Аптилаудинов, наверное, впервые начинает употреблять выражение «какой-то дедушка». А кого он имеет в виду? Какого-то дедушка или Владимира Путина, главу Кремля? И давайте потом я покажу вам встык видео, как Пригожин называет Путина дедушкой. А теперь давайте вернемся к Апте Алаудинову. Какие-то люди, какой-то сумасшедший дедушка, который записывает видео, там ругает Ахмат. Ну подождите. Ахмат – это даже мое подразделение всего лишь составляет три с чем-то тысячи человек. А то подразделение, которое... Друзья, и давайте вспомним. История знает, как говорится, сложно это забыть, как еще один бунтарь и мятежник, который посчитал себя царем, Пригожин называл человека, всеми известного, дедушкой. Смотрим. Наших солдат. А счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране, если он окажется прав, дай Бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России, и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка – законченный мудак. Цену таких признаний все знают. Результат тоже. Ракета, которая уничтожила личный джет Пригожина. Счастливый дедушка обнулил самого Пригожина. И тут вопрос в рукописи не горят. А что будет с Абтилла Удинов и с кадыровцами? Подумает ли сегодня Кремль, Антон Вайна и администрация Путина, что сумасшедшим дедушкой Абтилла Удинов назвал именно Путина? И какая будет последствия? Вы знаете, еще раз вспоминая Ростислава Мурзагуловой, на моем YouTube-канале «Дашь счастливое» огромное количество эксклюзивных материалов. Абаз Галямов, Ростислав Мурзагулов, оба работали в том числе и на правительство Медведева и на Кремль в свое время. Они говорили о том, что, по сути, конфликт Вайлдберс – это может быть началом фрагментации России. И есть Чечня, есть Рамзан Кадыров, есть кадыровцы, которые находятся в президент-отеле, какая-то часть, и десятки тысяч бойцов, более 30 тысяч. Вообще Ростислав Мурзагулов назвал мне цифру в 50 тысяч бойцов кадыровцев, которые могут сегодня быть у стен Кремля. Очень быстро, чтобы сумасшедшего дедушку вразуметь. И тут, как говорится, или пан, или пропал. Самое интересное, парни, не дурите, складывайте оружие, валите отсюда. Это цитата. Командир российской штурмовой группы Максим Комиссаров, который мы только что с вами смотрели, еще сказал более эксклюзивные вещи. Именно он принимал участие в походе на Москву в составе частной военной компании «Вактор». Он вспоминает, что по нам открыли огонь с вертолетов, и пришла команда рассыпаться. Позже снова загрузились и сбили несколько вертолетов, один из них с ПЗРК на расстоянии 100 метров. Давайте посмотрим и услышим эти эксклюзивные инсайдерские. Материал это интервью с главой штурмовой группы частной военной компании «Вагнер», которая шла на Москву и не дошла. Но, возможно, что другая группа дойдет. Где первый раз по вам открыли огонь? При пересечении границы в Украине? Нет, после того, как мы пересекли границу, одна колонна разделилась на две. Одна колонна ушла на Ростов, немного погодя часа, может, полтора-два, по нам открыли первый огонь. Да, как это было, расскажите. Как я понял, с вертолетов открыли огонь, и вся колонна остановилась, поступила команда рассыпаться из машины, чтобы вдруг задетонировать. Все, мы рассыпались, пару минут полежали, даже меньше, обратно загрузились. Видимо, это сняли из ПЗРК. Сбили вертолет? Да, видимо. Сбили несколько вертолетов. Я видел один раз, что это у Воронежа не доезжает, вот до Воронежа мы сбили вертолет. Класс, прямо с колонны сбили, да? Вы видели это? Да, прямо, ну, видел, из поля метров в 100 от меня, вот так по диагонали, по 45 градусов от меня, если вот так, метров в 100, да, прямо из поля, из ПЗРК, игла выпустили. Класс, то есть вашу колонну прикрывали бойцы Вагнера с иглой? Да, да, да. Класс, прямо на ваших глазах сбили Вагнеревец вертолет? Да, да. Класс. Это боец вашего отряда был? Нет, там подразделения тоже есть, ПВО, артиллеристы, вот он, скорее всего, из ПВО. Ага, они рассредоточились вдоль колонны, чтобы колонны проходили беспрепятственно. Толково придумано, ничего себе как. Панам стрелять, а мы их сбивать. Вы сбили? Да, мы тут. Сбили. Третьего. И забьем все, если вы будете их посылать. Хитрый умный. Да, ты видишь, как продумал все. Под Воронежем сбили вертолет, да? Да, они, доезжаю Воронежа. Ну, скажите, вы вот проехали государственную границу с Украиной в Россию. Едете колонны? И тут, конечно же, объясняется, по какому причине, да, все не получилось. Обратите внимание, сейчас будет очень интересная часть интервью. И тут самый главный вопрос, уважаемая аудитория, задам я вам. А кто сегодня может повторить подвиг пригоженной частной военной компании «Вагдар» только лишь до конца? Войти в Кремль? Не знаю, арестовать Шайгу Герасимова, Путина? Арестовать Министерство обороны? Нового министра обороны, соответственно? Кто на сегодняшний момент способен на это? Друзья, напишите в комментариях, мне очень интересно ваше мнение. Но неужели никто вас не пытался остановить? Пытались остановить один раз. Вот я помню, что Министерство обороны, сейчас помню, как машина называется. ПВО на базе КамАЗа. Панцирь. Панцирь, да, панцирь. На панцире остановились, два человека высыпалось из панциря. Ну, что два человека против колонны сделали? Им сказали, парни, не дурите, складывайте оружие и валите отсюда. Но они так и сделали. А панцирь мы забрали себе. Ага, ничего себе. Это на ваших глазах все происходило? То есть, забрали вот этот панцирь у Министерства обороны российского? Да, ничего себе. А другие подразделения у вас пытались остановить? Вы же населенные пункты проезжали, да? Проезжали нам руками, махали. Люди. Люди, ну а полиция? Не пытались никто, чтобы полиция мешала нам, нет, не я. Но вы видели вообще каких-то военнослужащих российских? Нет, сомнения. Сводила одна машина, микрофургон, там ехали постоянно, люди снимали. Я подумал, что ФСБшники. Это всего лишь догадки. То есть, никакого ни оружия, ни сопротивления они не оказывали. И вот тут мы подходим к самому интересному. По сути, этот командир сказал о том, что все сбежали. Где были они все, нас никто не останавливал. И вот это же задает вопрос Аптела Удина. Где российская армия? Где Росгвардия? Где они были все? Это просто феноменальный диалог. Я бы хотела прокомментировать его так. Пропагандисту радио «Комсомольская правда» удалось вывести главу Ахмата на очень откровенный разговор. Если кратко, то чеченцев подставили. И у него есть огромнейшие претензии к Министерству обороны, пограничникам и к правительству. Но он не может об этом публично и откровенно говорить. Вот только он сказал. Послушайте этот монолог. И я считаю, что это начало распада России. Все тогда вместе взятые. Я задаю вопрос. Где вы? Где наши доблестные Минобороны? Где наша доблестная Росгвардия? Где наши доблестные пограничные службы? Фундаментальные вопросы, которые стоит задавать, идя на Кремль. Конечно же, это ключевая тема сегодняшнего блога. Кто? Кто может повторить подвиг Пригожина? Только дойти до конца. Самое тоже интересное, это то, что в следующем видео Аптил Аудинов сказал, что вы хотите, чтобы я назвал эти фамилии? Вы хотите, чтобы я высказался реально о том, что я думаю о Кремле, Министерстве обороны, правительстве Путине? Феноменальный диалог. И, конечно же, ответ, естественно, что пропагандиста радио «Комсомольская правда» нет, 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 потому что ему стало очень страшно. Мы сейчас начнем, я сейчас начну говорить все, что я думаю о наших руководителях и о Минобороны и о других подразделениях. Не надо. Хорошо? Не надо. А вот, вот видите, не надо. А когда вы вот так действуете, это надо. Теперь мы... Первая проблема, это то, что глава Ахмата публично говорит, что все снимают постановочные видео. Ахмат снимает постановочные видео, Российская гвардия снимает постановочные видео, Кадыровцы снимают постановочные видео, Аида. И самое главное, Российская армия снимает абсолютное постановочное видео и фейки. А что это, как не публичный димаш против Министерства обороны и Российской армии? И какие за это будут последствия? Хожусь сейчас на данный момент на курсовом направлении. Я сразу же сходил... Так, слышали ли генерал Алаудинов о постановочных видео в ТикТоке, в которых некоторые чеченские бойцы Ахмат воюют с железнодорожными рельсами, светофорами? Что думаете на этот счет? Ну, давайте я вам скажу одну вещь. Постановочные фильмы снимает вся Россия. Единственное, чего они не могут сказать, что это делает спецназ Ахмат. Вся Россия снимает постановочные фильмы. Большая часть журналистов, блогеров, которые все время там где-то что-то показывают, пожалуйста, они все делают все это постановочно. Кто реально на передовой, непосредственно в боевых действиях, а сегодня снимает эти фильмы? Покажите мне их. Ну, в общем, мнение, к сожалению, оно есть, но надо... Пожалуйста, пожалуйста. Да, друзья, тут, конечно же, передевожусь еще одно феноменальное признание, которое не оставит без последствий Министерства обороны. А именно пока что давайте посмотрим, как расстреливают дубы, кусты и даже рельсы. Именно против этих грозных противников в Курской области воюют тиктокеры из чеченского Ахмата, если верить в видео, которое появляется в сети. Вот они, видео-доказательства того, что Ахматов и выпускает видео постановочные. Воюют с рельсами, расстреливают дубы, кусты. Ну, я предлагаю посмотреть. Ахмат, милы! Аллах, аквар! Стрелить! Стрелить! Ахмат, милы! Эй, давай, успешу! Терю, терю, терю! Расстрелив кусты и крапиву, боевую удаль определяют количеством децибел при вопле Ахмат силы, и Украина будет, конечно же, в их понимании уничтожена. Давайте посмотрим еще одно постановочное видео от Ахмата. Слава вооруженным силам Украины! Правда, местные жители сообщили, что кадыровцы, которые должны были охранять границу, сразу после начала боестолкновения с вооруженными силами Украины, героически сбежали. Ну, потом уже, конечно же, в предыдущих видео вы видели, как Аптела Удинов оправдывается. Ну и финально, что считаю я очень важно в конфликте между кадыровцами и Министерством обороны, это то, что шеф Ахмата продолжает делиться ценной информацией. Он эксклюзивно сказал о том, что, оказывается, российским военным на территории Курской области было совершено практически 200 тяжеловых преступлений, убийств и изнасилований. И это, друзья, сказал руководитель Ахмата, человек структуры Росгвардии Министерства обороны, человек, который публично, как и Пригожин, начинает выступать уже против российской армии. Смотрим. Хожусь сейчас на данный момент на Курском направлении. Я сразу же сходил к начальнику УВД Курской области и задал ему вопрос. Какие у вас проблемы с Ахматом, как только я сюда зашел? Он улыбнулся и сказал, у нас на территории совершено 187 преступлений военными. Это убийство, изнасилование, другое, другое. Ни одного из этих преступлений не совершили бойцы подразделений Ахмата. Сюрреализм этому добавляет то, что этот человек говорит об этом, находясь в одежде с надписью «За Путина». Друзья, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой YouTube-канал «Даша Счастливая». Мы движемся к полумиллионам подписчиков. Мы работаем для русскоязычной аудитории по всему миру. Наша миссия – это информационная война. Война с российской пропагандой. Чтобы мы донесли как можно большему количеству людей по всему миру правду о российской агрессии и о российском вторжении. Будьте с нами, будьте на светлой стороне. Поддержите Украину, поставьте лайк этому видео, поставьте колокольчик, чтобы первыми смотреть мои видео. И в комментариях напишите географию просмотров, откуда вы нас смотрите, и несколько теплых слов в поддержку вооруженности Украины. Слава Украине, друзья! Победим!